Вриндаван Для меня Вриндаван был полон чудес, больших и маленьких. Однажды днём, когда я в одиночестве бродил по лесным тропинкам, я увидел прямо перед собою гигантского разъярённого быка. Вокруг его могучего торса клубилась пыль, а из ноздрей хлопьями вываливалась белая пена. В бешенстве поглядев мне в глаза, он широко разинул пасть и испустил устрашающий рёв. Неистовы роя землю копытами, он готовился растоптать меня. Прежде чем я смог что-либо предпринять, бык замер, наклонил голову и резко боднул меня, вонзив свой рог мне прямо в живот. Одним движением головы он подкинул меня в воздух, так что я перелетел через его тело и рухнул на землю. У меня свело дыхание. Корчась от боли, я уже стал прощаться с жизнью, а он продолжал в нетерпении рыть копытом землю, фыркая и готовясь к новой атаке. Тут на тропинке появился худенький старичок в пилотке а-ля Нейро. Он выкрикнул несколько слов на местном наречии, отчего бык вдруг послушно опустил голову и побрел прочь. Необычный человек помог мне подняться и спросил, «С тобой все в порядке?» Выглядел весьма раздраженным. Успокоившись, я стал осматривать себя. На удивление, я был цел и невредим, и даже боль прошла. Но с первым же шагом мне пришлось вскрикнуть. Глубоко в стопу вонзилась какая-то колючка, и это оказалось намного неприятнее, чем удар бычьего рога. Нагнувшись, чтобы извлечь колючку, я подумал, что по доброте своей Кришна заменил бычий рог этим шипом. «Все в порядке», — ответил я. «Благодарю вас. Вы спасли мне жизнь». «Это не я спас тебя», — улыбнулся пожилой господин. «Кришна тебя спас». Я был просто инструментом в его руках. Его голос задрожал от волнения. «Любовь — это все, чего хочет от нас в ответ Кришна». Старик осмотрел меня со всех сторон, проверив, не ранен ли я, и отряхнул пыль с моей одеждой. «Откуда ты родом и как здесь оказался?» — спросил он. Я рассказал. И старик, взглянув на солнце, объявил. «Я опаздываю на встречу. Если хочешь, пойдем со мной». Мы шли по лесным песчаным тропам. Сняв пилотку со своих аккуратно причесанных седых волос, старик сказал, «Я веду тебя к одному редчайшему святому, великому знатоку Писания. Он неизвестен широкой публике, но все духовно возвышенные люди в этих местах почитают его. Смею предположить, что по-английски вы назвали бы его «святым среди святых». Мы вышли к плоскому камню, служившему мостом через открытую сточную каналу. Густая черная жижа стоков пузырилась и булькала под нами. Задыхаясь от зловония, я осторожно переправился на другую сторону. В этот момент семейство свиней кубарем скатилось в канаву. Радостно похрюкивая и с жадностью поглощая смердящий черный нектар, они не могли нарадоваться своей удаче. По их мордам стекали фекалии, и они фыркали от удовольствия. Спустя несколько минут мы оказались в раю. Среди зеленых деревьев, душистых цветов, жужжащих пчел и разноголосых птиц. Пройдя еще немного, мы свернули в какой-то дворик, где стоял маленький кутир, место для поклонения. «Пожалуйста, проходи», — сказал мой провожатый и взял меня за руку. Внутри, на деревянном настиле, сидел садху. Голова и лицо его были чисто выбриты. К этому времени я уже знал, что обритая голова символизирует стремление жить жизнью, свободной от корыстных желаний. На затылке был оставлен маленький пучок волос, знак преданности и покорности Богу. Мне сказали, что ему уже за 80. Мягко улыбнувшись, он поднес сложенные ладони ко лбу, приветствуя меня, и склонил голову. «Добро пожаловать в нашу семью!» Это был Вишак Хашаран Баба. Вишак Хашаран Баба внимательно посмотрел на меня и, обращаясь ко мне, сказал несколько слов. Мой провожатый, которого все называли Пандиджи, переводил мне с хинди на английский. «Если кто-то молит Бога о любви, так же, как голодный молит о пище, то Господь одарит человека этим величайшим сокровищем. Он взял меня за руку. Позвольте угостить вас». Мне понравилось его общество, и я стал каждый день в 4 часа по полудни приходить в его кутир. Всякий раз Вишак Хашаран Баба сам протягивал мне соломенную подстилку и угощал домашними лепешками, роти с кусочками гуру, тростникового сахара. Это была стандартная еда нищих людей во Вриндалове. Последователи Вишаки Шарана, желая послужить своему почтенному учителю, много раз предлагали готовить для него разнообразные блюда, но он неизменно отказывался. Взращивая в себе смирение, он даже в своем преклонном возрасте просил милостыню, ходя от двери к двери. И все, что он собирал, как правило, это были сухие роти и гур, он с радостью делил со мной. Этот святой среди святых, признанный знаток писаний, который по возрасту был вчетверо старше меня, относился ко мне с таким состраданием, что я не знал, как благодарить его в ответ. Вишакха Шаран впервые пришел во Вриндаван как странствующий садху в 1918 году, да так и остался здесь на всю жизнь. О его прошлом было малоизвестно, и сам он редко говорил о себе. В Гималаях я жил среди отшельников, которые совершали суровые аскетические подвиги и своими глазами видел проявления их сверхъестественных способностей. Но Вишакха Шаран-Баба никогда не показывал никаких чудес и не занимался самоистязанием. Он просто с любовью служил Богу. Когда он говорил о любви Шри Радхи и вечных играх Господа Кришны, он становился похожим на невинного ребенка, забывая о том, что обладает властью и авторитетом не меньшим, чем у царей. Будучи очень застенчивым, он тщательно прятал свои духовные эмоции и просто служил всем вокруг. Однако, находясь рядом с ним, я ощущал в своем сердце необычную, ничем необъяснимую любовь. Как-то раз я обратился к нему с просьбой. «Прошу вас, дайте мне наставление, которое, на ваш взгляд, мне необходимо услышать». Сидя на своем деревянном мнастиле, он прикрыл глаза и вошел в состояние транса. Из уст его непрерывным потоком полились слова, отвечавшие на мои сомнения, незаданные вопросы и пламенное желание стать ближе к Кришне. Бандиджи тоже прикрыл глаза и переводил мне, а я сидел и слушал. Тело Господа Кришны абсолютно духовно. Его образ вечен, исполнен знания и блаженства. Ведические писания и бесчисленные святые одинаково описывают его облик, в котором он предстает перед обитателями духовного мира. Хотя его красоту невозможно выразить в словах, опирающихся на наш материальный опыт, в священных трактатах приводится описание его облика, доступное человеческому разумению. Что сказать про него? Он – изначальный источник всего прекрасного. Тело его цветом напоминает свежее грозовое облако, а ладони и стопы – розовые, как лотос. Его всевидящие глаза похожи на лепестки распустившегося лотоса. Его нос нежен и изящен, как цветы кунжута, а прекрасные губы напоминают плоды бимба. Зубы его – ряд жемчужин, а щеки и лоб затмевают красоту полной луны. Его всеслышащие уши украшены дорогими серьгами в виде акул. Локоны его волос словно блестящий черный шелк, украшенные гирляндами из крошечных цветов и драгоценностей, и увенчанные павлиним пером они обрамляют его луноподобное лицо. Линии на его шее словно завитки морской раковины, и все части его тела мягче свежезбитого масла. Однако иногда он может резать, как удар молнии. Он безграничен и абсолютно независим. Все материальные и духовные миры его энергии, и сам он входит в сердце каждого живого существа и постоянно пребывает там, как наш вечный доброжелатель и свидетель всех наших поступков. Он наблюдает за материальным творением и порой бывает строгим отцом. Но в высшей обители духовного мира Кришна — верховный наслаждающийся. Там, через свои чудные игры, шутливые слова и озорные проделки, он делится со всеми своим блаженством. Когда он стоит, изящно изогнувшись в трех местах и играет на флейте, он завораживает наши сердца, насылая на нас чары своей неотразимой любви. Все больше и больше воодушевляясь, Вишака Шаранбаба продолжал свой рассказ, а я, затаив дыхание, слушал его. Шри Радха, женская ипостась Господа, сияет, как расплавленное золото. Милосердная мать всего сущего, она своей красотой пленяет самого Кришну. Я не достоин того, чтобы даже начать говорить о ее красоте. «Ее любовь — это всеохватывающая реальность, наполняющая духовный мир бесконечным блаженством». Я слушал его, боясь пропустить даже слово, а он тем временем перешел к детальному философскому обоснованию этого описания самых сокровенных проявлений Бога, проливая бальзам на мое зараженное рационализмом западное сердце. Некоторые считают подобное описание Бога антропоморфизмом, попыткой наделить Бога человеческими качествами. Но все обстоит совсем иначе. Это люди в ничтожной степени наделены качествами, исходящими от Бога. Как говорится в Библии, человек создан по образу и подобию Божьему. Его видение Бога было в высшей степени личностным. В его описаниях Бог-личность представал не просто аллегорией или символом, но духовной истиной, недоступной нашему чувственному или интеллектуальному восприятию. Он объяснял, что приблизиться к Богу можно только посредством непритворной преданности. Слушая его, я стал глубже понимать причину, по которой все эти люди повторяли имена Бога, смиренно служили другим и возносили молитвы божествам в храмах. Однажды я застал вишаку Шарана Бабу из Тарцев, столпившимися вокруг радиоприемника, аппарата 30-х годов с полукруглым верхом, металлическими переключателями и выдвижной антенны. Из динамиков сквозь треск помех раздавался голос диктора, и мой друг, спасший меня от быка, принялся переводить. Между Индией и Пакистаном началась война. Он помрачнел. Армии вступили в сражения, вражеские самолеты бомбят индийские города, многие тысячи людей уже втянуты в битву, никакое место нельзя считать безопасным. Правительство просит затемнять окна. В целях защиты населения от бомбежек по ночам будет отключаться электричество. Он вновь принялся вслушиваться в хриплые звуки радиоприемника. Америка рекомендует всем своим гражданам незамедлительно покинуть пределы Индии. С некоторых пор я ощущал себя больше индийским садху, чем американцем, поэтому не сразу понял, что это предупреждение касалось и меня. Однако новость о войне могла встревожить моих родителей. Чтобы успокоить их, я написал письмо. На письме стояла дата 7 декабря 1971 года, мой 21 день рождения. Мои родные, все войны на земле отражение битвы, происходящей в человеческом уме. Мы ввязываемся в битву в тот момент, когда забываем о Боге. Война идет во Вьетнаме, в Израиле, и вот теперь война началась между Индией и Пакистаном. Пока мы остаемся узниками страстей своего ума, мы всегда будем находиться на полях сражений. Но за меня не волнуйтесь, я в безопасности. Благословите меня. Ваш Ричард. Вьетнамская война косила моих сверстников в одной части света. Избежав ее, я неожиданно для себя оказался в другой зоне вооруженного конфликта. Почему разгорелась эта война? В 1947 году Индия распалась на несколько государств. С обеих ее сторон образовались Западный и Восточный Пакистан. 3 декабря 1971 года западно-пакистанские военные самолеты вошли в индийское воздушное пространство. Это был ответ Западного Пакистана на помощь, оказанную Индией политическим силам, ратовавшим за отделение Восточного Пакистана. Так между Индией и Западным Пакистаном началась полномасштабная война. Жестокие сражения шли на земле, в воздухе и на море, в результате чего погибли тысячи людей, а десятки тысяч получили ранения. Через две недели непрерывных сражений Западный Пакистан капитулировал, а Восточный Пакистан стал независимой страной Бангладеш. Вишака, Шаран, Баба вместе со старцами собирались по вечерам вокруг радио и, узнав о новом кровопролитии, плакали. По окончании выпуска новостей, они выключали радиоприемник и вновь погружались в беседы о Господе. Проходило две-три минуты, и они опять сияли от переполнявшей их радости. Поразительно, оплакивая страдания людей в этом мире, они в то же время могли испытывать блаженство духовной реальности, находящейся по ту сторону рождения и смерти. Это был урок душевного равновесия, искусство, в котором главную роль играют зрелость и богатый духовный опыт. Глядя на Вишакру Шарана Бабу и его последователей, я понял одну важную вещь. Можно чутко реагировать на мировые проблемы и людские беды и не забывать при этом о духовной реальности. Это открытие поразило меня. Я своими глазами увидел, как любовь к Богу наделила этих людей лучшими человеческими качествами и пробудила в их сердцах сострадание ко всем живым существам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok